Добрый день, меня зовут Николай и сегодня я попытаюсь ответить на некоторые вопросы, которые задают наши подписчики на youtube канале. И один из вопросов звучит так. Низкоуглеводная диета и ее плюсы и минусы. Самым главным плюсом низкоуглеводной диеты является возможность сбросить жировую массу тела, не касаясь при этом мышечной массы. Но в этот раз я хотел поговорить, какие же опасности ожидают на этом пути. Если, например, мы убираем углеводы в большом количестве, что может быть ожидать, какие неприятные сюрпризы. Один из неприятных сюрпризов может ожидать сбой гормональной системы, потому что низкоуглеводная диета влияет на надпочечники, на щитовидную железу, увеличивает рост кортизола и может снижать тестостерон. Такое может наступить при определенных условиях. Если, например, человек очень долго находится на низкоуглеводной диете, более трех месяцев, тем более там полгода или год, при очень высоких физических нагрузках, когда снижение углеводов понижено, ну и при различных хронических заболеваниях. Еще одним неприятным моментом, с которым могут столкнуться женщины, это нарушение менструального цикла. При низкой калорийной диете, особенно уменьшении углеводов, может снизиться содержание лептина. Лептин этот гормон, который выделяется и очень влияет на женский организм в менструальном цикле. Низкий уровень гормона мешает женщинам получить зачатие. И бывают такие случаи, когда женщина очень находится долго на диете, на похудении, при этом сильно тренируется, но и при этом хочет еще завести ребенка, и никак у нее это не получается. Вот в этом тоже скроется большая опасность. Снижение иммунитета не позволит вам в дальнейшем заниматься активно сбрасыванием веса, и вам придется прекратить свои тренировки и свою диету. Ну и еще одним неприятным моментом при низкой углеводной диете, и повторюсь, это когда она находится более трех месяцев и более, это переутомление. Человек, который тренируется и потребляет углеводы, в конце концов загонит себя в стрессовое состояние. В результате, вместо того, чтобы сбрасывать вес, организм начнет накапливать жиры от любых мельчайших углеводов. Так что же нужно сделать, чтобы избежать этих неприятных факторов? На первом месте нужно определить время, в которое вы будете сидеть на низкоуглеводной диете. Оно должно быть не более двух месяцев, полтора-два месяца это идеальный вариант. После этого нужно делать перерыв. Второе – количество углеводов. Количество углеводов должно быть в любом случае не менее полутора грамм на килограмм веса. Третий фактор – это полноценный отдых. Нельзя себя загонять усиленными тренировками, нужно ложиться вовремя спать, отдыхать, не только физически, эмоционально, но во всех планах полноценный отдых. И четвертый фактор – различные пищевые добавки, витамины, минералы, балластные вещества – это овощи в основном, клетчатка, которые просто необходимы для нашей предстатки. Вот эти все факторы помогут избежать очень многих тех негативных моментов, которые я перечислила ранее. Еще один важный момент – никогда не занимайтесь снижением количества углеводов, когда вы болеете, когда находитесь в стрессовых ситуациях. Лучше переждать этот момент и дождаться более благоприятного времени. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и будьте счастливы и здоровы!